Кохма, улица Санаторная. В этом доме Наталья Павлова живет 50 лет, дому 70. За это время капитальный ремонт здесь не делали, но два раза поменяли крышу и обновили фасад. Сейчас все находится в плачевном состоянии. У нас больше беспокоит канализация. Ужасный запах и плесень в квартирах. С этим жильцы сталкиваются три раза в год. Обращались в управляющую компанию и прошлым летом. Канализацию прочистили. Спустя время неприятный запах, сырость и плесень снова дали о себе знать. 19 февраля начало все течь, вот эти нечистоты. Я позвонила управляющую компанию, они приняли заявку. И в течение месяца еще ничего не сделалось, честно сказать. Как текло, если я раньше могла свободно зайти в сарай, сейчас я вообще не могу зайти. Там все плывет. В квартире Натальи проживает семья дочери с двумя маленькими детьми. Они постоянно болеют. В квартире вообще, хоть проветриваю, не проветриваю, все равно. Даже врачи приходят, говорят, как же вы здесь вообще живете. Детей, конечно, я хоть на выходы, но забираю к себе. Но это невозможно. Вот я говорю, такого вообще никогда не было. Жильцы шутят. Проблема с канализацией досталась по наследству. Не могут понять, в чем причина. Засору канализационных сетей или постройка нового дома по соседству. Здесь вот дома-то старые и рассчитаны канализации, скорее всего. Тут какие-то, как говорят мне, заломы какие-то в трубах есть. И вот у нас вот эту десятиэтажку построили. Тогда все говорили, что нельзя ее строить. Все утопнет в нечистотах. Жильцы дома обращались в мэрию. Ответ – звоните в управляющую компанию. А еще предложили убирать подвал своими силами. Во время съемки на место оперативно приехали рабочие. Откачали воду, провели дезинфекцию. Но неприятный стойкий запах все еще стоит по всему подвалу. По заявке приезжали рабочие вчера. В управляющей компании уверены, единственная причина затопления подвала – это засор наружных сетей. Они находятся на балансе предприятия Кохмобытсервис. По засору канализации последняя заявка была вчера. В течение часа мы ее устранили. Да, сегодня еще приехали и добавочно мы сделали вот чего. Мы сделали промывку всех сетей внутри дома. Вычистили каналы промывочной машины. Плюс мы вычистили все колодцы, которые находятся на придомовой территории. Порядка четырех колодцев. Работы ведутся два дня. А заявка жильцами была отправлена еще 19 февраля. С чем же связаны такие задержки? Пытались скачать неоднократно. Мы прочищали неоднократно. Есть еще человеческий фактор, что в канализацию закидывается ветошь, закидывается средство личной гигиены. Мы неоднократно на всех домах вешали уведомления о том, чтобы правильно пользовались канализацией и не позволяли себе, не допускали сброса в канализацию различных предметов гигиены, в том числе кошачий наполнитель и прочее. Водоканале нам пояснили, что по-хорошему здесь нужна перекладка и увеличение диаметра сетей. В последнее время в подвале все чаще появляется мусор. Это засоряет сети отведения. Юлия Семина, Денис Железов, телекомпания Барс.